Шейх, доктор наук, Абдулла ибн Сальфик Азафири, сегодня уже зашел непосредственно или приступил непосредственно к чтению самой книги, то есть раздела из книги Сахея Аль-Бухари, раздела Фадайлю Аль-Кур'ан, раздела о достоинствах Кур'ана, и упомянул первую главу, то есть главу, которую поставил имам Аль-Бухари, Бабун, говорит, глава о том, как было неспослано откровение пророку Мухаммаду, и что было первым неспосланным для пророка Мухаммада. Под этой главой имам Аль-Бухари, рахматуллахи, алейхи, перевел афар от Ибн Аббаса, где он растолковал слово «аль-мухеймин», то есть пришедшее в аяте, когда Аллах описывает Кур'ан, то что он «мухеймин», он его растолковал как «аль-амин», амин, то есть хранитель, то есть он говорит «аль-Кур'ану аминун аля кулли китабин кобляху», то есть Кур'ан является хранителем для каждой предшествующей книги, для каждого предшествующего писания, говорит Ибн Аббас, рода Иллаху Анху. То есть все, что надо для людей относительно религии Аллаха, Субханава Ва Тааля, Кур'ан сохранил. То, что было содержано в предыдущих писаниях, Кур'ан сохранил в себе. И шейх говорит, то что откровение посланнику Аллаха, Салаллаху Алихи Ва Саляма, не спосылалось разным образом. И первое из них, то что к нему являлся звук, подобно звону колокола, то есть сила и протяжение, то есть звук, сила которого и протяжение которого было подобно колоколу, как это пришло в хадисе Аль-Хариса ибн Хишама, рода Иллаху Анху, в Сахии Аль-Бухари, где он сказал, я Расуль Аллах, о пасанник Аллаха, кайфа яти кал-вахи, как тебе является откровение? На что пасанник Аллаха, Салаллаху Алихи Ва Саляма, ответил, Иногда откровение приходит мне, то есть как сильный звук, подобно звуку своей протяжимости и своей силе, звону колоколов. И когда этот звук покидает меня, я нахожу то, что уахи откровение я уже заучил. Уахи осталось у меня в сердце и у меня в памяти, говорит посланник Аллаху Алихи Ва Саляма. И также он говорит, уаху ащаддуху алейя. И этот вид неспосылания откровений является самым сложным для меня, то есть самым трудным для меня, говорит посланник Аллаху Алихи Ва Саляма. И в этом же хадисе он упомянул второй вид неспосылания уахи, откровения. Он говорит, уахьянан я тамасалю ли, альмалаку роджулен, фаюкалиму ни, фаа'ию маякулю. И иногда ко мне приходит ангел в облике человека и затем рассказывает мне эти откровения, и я заучиваю эти откровения от него и перенимаю откровения от него. И когда это заканчивалось, его лоб лился. То есть здесь в этом хадисе, хадисе Хишама, или Харифа ибн Хишама, было упомянуто два вида неспослания откровения пророка Мухаммада, и также вот второй вид, то есть то, что ангел приходил в облике человека, это было упомянуто во втором хадисе этой главы, как шейх на это указал и прочитал этот хадис сразу же. Он говорит, а наби Усман, то есть имам Аль-Бухари, в этой главе, как было неспособлено откровение пророка Мухаммаду, он говорит, а наби Усман, то есть Абу Усман передает, то есть мне было сообщено, что однажды Джибриль, алейхи саляту вассалям, пришел к пророку, когда он находился в доме Умму Саляма, то есть Умму Саляма это жена пророка Мухаммада. И Джибриль разговаривал с пророком, алейхи саляту вассалям, и тогда пророк, саляту вассалям, сказал Умму Саляма, кто этот человек, который только что разговаривал со мной? Она сказала, что это является дихья, то есть дихья ибн хадис. Дихья ибн хадис. То есть в этом хадисе есть указание на то, что ангел приходил, то есть Джибриль, алейхи саляту вассалям, приходил к пророку, салаллаху алейхи саляма, в облике человека. И именно в облике дихья ибн ханифа. И Джибриль, алейхи саляту вассалям, в основном приходил в его облике. Почему? Потому что дихья ибн ханифа, то есть его описывали необыкновенной красотой, то есть он был красивым человеком. Баракалавфикум. И также, то есть мы упомянули два вида неспослания уахия, то есть откровения пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи саляма. И также есть третий вид, это то, что он видел сон, то есть вещи сон, которые он видел, а затем это происходило. Как говорит Аиша, также в Саиле Бухари, она говорит, То есть самое первое откровение, которое неспослалось пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи саляма, является вещи сны, которые он видел. То есть он видел во сне что-то, говорит Аиша, и это происходило наяву. И это происходило наяву. То есть таким образом мы узнали то, что неспослания, откровения пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи саляма, проходили таким вот, то есть они были таких вот трех видов. Баракалавфикум. Имам Бухари, рахима Аллаху атааля, сказал во ауалю ма назаль, то есть первое откровение, которое было неспословно пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи саляма. Шейх, комментируя этот момент, говорит, всем известно то, что первое откровение, которое было неспословно пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи саляма, это было то откровение, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи саляма, находился в пещере Аль-Хиро, И поклонялся Аллаху, как бы был в затворничестве в этой пещере И поклонялся Аллаху, тогда к нему пришел Джибриль и сказал Икро, читай На что он ответил Я не умею читать Тогда он сказал Икро, еще раз И сжал его Затем отпустил и сказал Икро По Саникалу, я сказал Я не умею читать И так продолжалось три раза, пока Джибриль не сказал ему Икро бисми робби кал леди холяк холяк аль инсана мин аляк То есть читай Во имя Господа, который сотворил тебя Или сотворил все творение Холяк аль инсана мин аляк И сотворил людей изгустка крови И сотворил людей изгустка крови То есть это первое откровение, которое было Ниспословно пророку Мухаммаду салаллаху алейхи вассаляма И первый хадис, пришедший в этой главе Это хадис Аиши и ибн Аббаса Ради Аллаху анхума Которые передавали и говорили Ля бисаннабию салаллаху алейхи вассаляма Бимакката ашра синин Юнзалю алейхи л-кур'ан Вабиль мадинати ашро Он говорит Посланник Аллаху салаллаху алейхи вассаляма Пребывал в Мекке 10 лет И ему было То есть не спосылалось В этот период откровение И так же он пребывал в Медине 10 лет И в этот период так же ему Не спосылалось откровение Шейх комментирует этот хадис Всем известно то, что пророк Салаллаху алейхи вассаляма Находился в Мекке После того, как Аллах Обременил его пророческой миссией Посланнической миссией Он находился в Мекке 13 лет А передатчик этого хадиса Сказал 10 лет Почему? Потому что арабы Часто сокращают числа То есть наглядный пример Это 40 хадисов имама Нававы Там на самом деле 42 хадисов Но мы все его называем 40 хадисов Хотя там 42 хадиса И роуи То есть передатчик этого хадиса Поступил таким же образом Как поступают арабы Когда они сокращают числа Таким образом Баракаллауфикум И пребывал в Мекке В Мекке 13 лет А в Медине 10 лет Почему? Потому что посланник Аллаху салалулаху алейхи вассаляма Скончался, когда ему было 63 года А пророческая миссия То есть пророческая миссия Он был обременен Когда ему исполнилось 40 лет И значит он был пророком И посланником Аллаху салалулаху алейхи вассаляма В течение 23 лет Из этих 23 лет 13 лет он провел в Мекке А 10 в Медине И что подразумевается под этим хадисом То что пророк салалулаху алейхи вассаляма 10 лет призывал в Мекке И к нему не посылался Куран И 10 лет в Медине Подразумевается то, что Все это время, то есть 23 года Весь этот период пророку Мухаммаду салалулаху алейхи вассаляма Не посылалось откровение Относительно тех происшествий Которые происходили в течение этого времени Поэтому всем известно то, что Откровение, то есть Куран Был ниспослан на первое небо полностью Полностью А затем потихоньку Относительно происшествий Ниспосылался по частям То есть на землю уже Он неиспосылался по частям Баракалу афикум Второй хадис мы уже зачитали Так как в этом хадисе Во втором хадисе Пришел один из видов ниспослания Откровения пророку Мухаммаду салалулаху алейхи вассаляма А это то, что Ангел приходил в облике человека И разговаривал с пророком Мухаммадом салалулаху алейхи вассаляма Тем самым передавая ему Божественные откровения Третий хадис этой главы Хадис Абу Хурейры Он передает, что посланник Аллаха салалулаху алейхи вассаляма Каждый пророк Ему Аллах давал Из ряда вон выходящие чудеса Для того, чтобы его народ Уверовал в него И подтвердил правдивость Его пророческой миссии А то есть Мое чудо, которое Аллах дал мне Это является откровение Которое Аллах не спасает мне Откровение, которое Аллах не спасает мне А это же Куран И говорит Я надеюсь, что я буду То есть количество моих последователей Будет самым большим Среди количества последователей Остальных пророков Судный день, говорит посланник Аллаха салалулаху алейхи вассаляма И в этом хадисе есть указание На действительность и правдивость пророчества Мухаммада салалулаху алейхи вассаляма Так как он сообщил, что его количество Его общины будет самым большим И это уже произошло Как мы сейчас это наблюдаем И также в этом хадисе Есть указание на то, что Аллах салалулаху алейхи вассаляма Давал чудеса своим пророкам Дабы их народ уверовал в них И подтверждал их пророчества И подтверждал их пророчества Даже если они не следовали бы за ним А чудом пророка Мухаммада салалулаху алейхи вассаляма Является Куран Ибн Хаджир, рахматуллахи алейхи Объясняя этот хадис Он говорит, что каждому пророку Было дано такое чудо Которое подходило под его общество То есть, что было самым развитым в то время То есть, Иисе, например Например, Иисус, ему Аллах дал такое чудо, что привело в изумление всех медиков тех времен. Почему? Потому что медицина очень сильно развилась во времена Иса, Иисуса, и поэтому Аллах дал ему такие чудеса. А пророку Мухаммаду, так как в его времена было очень сильно распространено, арабский язык сильно был распространен, и красноречие, люди любили разные стихи и так далее, Аллах ему не спасал вот этот изумительный Куран. Так что все люди знали, что эти слова Куран не могли быть словами людей. Однако все чистые арабы тех времен, красноречивые арабы тех времен, они понимали, что эти слова принадлежат Аллаху. И именно поэтому говорит шейх, почему количество общин Мухаммада является большим, потому что его чудом, которое Аллах дал ему, является Куран, в котором содержится прямое руководство. Следующий хадис, четвертый хадис, от Анаса иб Малика. Анаса иб Малик передает в этом хадисе то, что Аллах, постоянно не спосылал откровения пророку Мухаммаду, пока тот не скончался. То есть пророк Мухаммад не скончался. И когда приблизилась его смерть, говорит Анас, Аллах не спосылал ему откровения еще больше. До того, как пророк Мухаммад, саллаллаху алию вассаляма, умер, говорит Анас, роди Аллаху, анху. И после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алию вассаляма, Аллах тем самым, то есть не спасая это откровение, дополнил эту религию и усовершенствовал ее, и сделал ее совершенной. И поэтому, как Аллах, субхану Талли, говорит, Сегодня я вам довел до конца вашу религию и усовершенствовал мою милость до вас, говорит Аллах, субхану ва Талли, и был доволен для вас, как религии, религию, ислам, говорит Аллах, субхану ва Талли. Когда иудеи тех времен услышали этот аят, как это приходит также в Сахии имаму Бухари, когда они услышали этот аят, они подошли к Умару, роди Аллаху, анху, и сказали, я амир аль-му'минин, о правитель правоверный, говорит, ляу анна ма'шар аль-яхуд, назалят алейна хадил ая, говорит, если бы нам был не способен такой аят, говорит, иудеям был бы не способен такой аят, то мы бы превратили этот день в праздник, говорят. То есть они хотели превратить этот день в праздник. И тогда Умар, роди Аллаху, сказал, что он знает день, в котором был не способен этот аят, и место, в котором был не способен этот аят. Это было в пятницу, то есть Ямульджума, и это было в день Арафат и на горе Арафат. И несмотря на это, несмотря на это, мусульмане не взяли этот день праздником, не сделали этот день праздником. И в этот день Аллах Субханава Тааля сделал религию Ислам совершенной и довел ее до конца. Следующий хадис, который привел имам Аль-Бухари, это хадис Джундуба, который сказал, Иштаканннабию, салаллаху алейху ассаляма, фалям якум лейлатан ау лейлатайн. Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейху ассаляма, заболел, из-за того, что откровения перестали к нему не спосылаться. И он не вставал из своего ложа одну ночь или две ночи, говорит Джундуб, рода и Аллаху ассаляму. И к нему пришла одна женщина, женщина не мусульманка, которая была язычницей. Она пришла и сказала пророку Мухаммаду, салаллаху алейху ассаляма, Я, Мухаммад, о Мухаммад, ма уро шайтанака, илля кода таракак. Говорит, я считаю, что твой шайтан оставил тебя. То есть она имеет ввиду кого? Джибриля или же откровение. То есть она говорит, что вот теперь твой шайтан оставил тебя. Это было в начале пророческой миссии, когда язычники издевались над ним и причиняли ему вред. Они называли Джибриля, алейху ассалям, шайтаном. Он говорит, я считаю, что в это время тебе не спасла из откровения, я считаю, что шайтан твой покинул тебя. И тогда Аллах, субханного Тааля, не спасла пророку Мухаммаду, салаллаху алейху ассаляма, суру ад-духа. Аллах Субхану А.Т.А. тогда не спасал пророка Мухаммаду С.А.В. Аллах Субхану А.Т.А. клянусь утром, клянусь ночью, когда она покрывает мраком. Не покинул тебя твой Господь и ненавидел тебя, говорит Аллах Субхану А.Т.А. Тем самым успокоив пророка Мухаммада С.А.В. и объяснив ему то, что откровения будут дальше продолжаться, то есть будут не спасываться ему. И на этом шейх сегодня закончил и мы закончили первую главу из этой прекрасной книги. Аллах Субхану А.Т.А. 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 Аллах Субхану А.Т.А.